Здравствуйте! Время реальной экономики. Ближайшие 25 минут с вами проведу я, Тимур Бекмурзин. В этом выпуске я не буду употреблять сложных экономических терминов, а предлагаю разобраться в одном вопросе, который касается каждого из нас и который так или иначе бьет по нашему кошельку. Сегодня мы поговорим об отоплении. Да, этот вопрос начинает беспокоить нас традиционно с наступлением холодов. И так как сентябрь в этом году выдался холодным, я думаю, что каждый второй наш телезритель задумался над вопросом, когда дадут тепло. Ежедневно тысячи звонков в жилищные службы заканчивались с ответом «Ждем начала отопительного сезона». Тепло дали. Вместе с тем, в ближайшее время наши с вами квитанции по коммунальным платежам пополнят еще одна графа – отопление, от чего зависит сумма платежа. Как формируются тарифы на тепло? Об этом и не только сегодня в нашей программе. Смотрите в этом выпуске. Готовь сани летом, как энергетики Татарстана готовятся к осенне-зимнему сезону. Почему растут тарифы? Сколько за отопление в этом году будут платить казанцы? Все расскажем и покажем. Что там за проходной? Будни теплоэлектроцентрали глазами самих же энергетиков. Вопреки расхожим убеждениям, лето для энергетиков – горячая пора как в прямом, так и в переносном смысле. Именно летом все теплоснабжающие организации начинают активную подготовку к отопительному сезону. Работа на станциях ведется круглосуточно. Казалось бы, времени на подготовку достаточно, но и объем работы у энергетиков колоссальный. На станциях, согласно графику, проходит капитальный ремонт и замена износившихся тепловых сетей. Устранение мелких неполадок тоже занимает значительное время. К тому же модернизацию и замену оборудования на станциях никто не отменял. А когда это делать, если не летом? Кроме того, необходимо провести испытания отопительного оборудования, подготовить достаточные запасы аварийного топлива. В этом году отопительный сезон в Казани стартовал 16 сентября. При этом общеизвестно, что даты это не фиксированы. И пусть в наших домах уже тепло, и этот вопрос не кажется таким актуальным, давайте все же разъясним, от чего зависят сроки начала отопительного сезона. Критерии следующие. Если в течение пяти суток среднесуточная температура в Казани ниже плюс 8 градусов, поднимается вопрос о старте подачи тепла. В первую очередь под включение попадают образовательные учреждения, больницы, а уже после этого тепло подается в частные домовладения. Как в этом году энергетики Татарстана подготовились к началу холодов, об этом расскажем прямо сейчас. Энергетика Энергетика всегда была и остается в центре внимания экспертов и экономистов всего мира, как отрасль базовая, основополагающая от стабильности и устойчивости функционирования которой зависят настоящие и будущие планеты. Сейчас в условиях, когда грядут глобальные, можно сказать, фундаментальные перемены в этой сфере, которые специалисты именуют энергетическим переходом, всякое изменение, неверное решение, неосторожно брошенное слово, неудачный посыл больно отражаются на рынке в целом. Положение усугубляется еще и тем, что на все эти тектонические сдвиги мировой энергетики наслаиваются и общемировые проблемы, связанные с пандемией. Именно энергетика приняла, пожалуй, самый сильный удар по себе из-за коронавируса. Об этом говорят и цифры. Их озвучили на недавнем международном форуме российской энергетической недели в Москве. По итогам прошлого года глобальное потребление первичной энергии снизилось на 4,7%. Это стало самым серьезным шоком для отрасли за последние 70 лет, напомнил всем президент России Владимир Путин. Президент поднял и тему, которую по разным причинам предпочитают не обсуждать политики в верхах власти в разных странах. Какую роль в возникающих серьезных перебоях с электричеством играют возобновляемые источники энергии и как это сказывается на людях? Если так можно выразиться, плохая подготовка к отопительному сезону, игнорирование объективных факторов, а в каких-то вопросах и низкая квалификация людей, принимающих решения, стали причинами надвигающегося энергетического кризиса в Европе. То, что он в той или иной форме будет, эксперты уже не сомневаются. Вопрос, насколько он будет масштабным и разрушительным. Что же так повлияло на столь стремительный рост цен на энергоносители в Европе и в особенности на газ? Если коротко и попроще, свой вклад внесло и повышение спроса на энергоресурсы на фоне восстановления экономики. Далее выяснилось, что европейский рынок, в частности газовый, крайне разбалансирован. Были объективные факторы, опять же, на фоне заявленного в ЕС перехода на так называемую зеленую энергетику. Так, из-за аномальных холодов прошлой зимой в Европе резко увеличился спрос на газ и в то же время произошло резкое сокращение генерации электричества от возобновляемых источников энергии. В Северном море отсутствовали обычно сильные ветра, чтобы загрузить стоящие там ветряки. Кроме этого, повлияла и жара, и засуха этим летом в Северном и Южном полушарии, что привело к снижению производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. Это все на форуме РЕН достаточно толково и понятно разложил Владимир Путин. Понадеялись на спотовые поставки газа, на так называемую невидимую руку рынка. И тем самым в условиях ажиотажного спроса еще сильнее подстегнули цены наверх. Повторю, рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят. И как пытаются делать некоторые наши партнеры. Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, я еще об этом скажу, не видят реалий. Просто прикрывают свои собственные ошибки. Также, по словам президента, одной из таких ошибок стал и слишком поспешный отказ от атомной и угольной генерации. Заменить нехватку так называемой зеленой энергии оказалось просто нечем. Но и эту ошибку прикрывают обвинениями в адрес России, с чем мы никак согласиться не можем. Россия вообще не использует никакого оружия, если вы обратили внимание. А что касается экономики, где мы используем оружие? В каких конфликтах мы участвуем? А что касается экономики, то это вообще исключено. Даже в самые сложные периоды Холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу. Кстати говоря, тогда ваши соотечественники, Соединенные Штаты тоже боролись с этим проектом «Трубы в обмен на газ». Ну, тогдашнее руководство Федеративной Республики всё-таки настояло на своём, реализовало этот проект. Он действует до сих пор и активно участвует в энергобалансе в Европе. Значит, вот это и есть как раз политически мотивированная болтовня, которая не имеет под собой никаких оснований. Все эти расклады в мировой энергетике мы привели, конечно, не просто так. Из них наглядно видно, к чему могут привести ошибки, недооценка рынка, плохая подготовка к такой фундаментальной для всех сфере, как энергетика. Здесь всегда нужен тщательный, детальный, в каких-то вопросах щепетильный подход. И это огромная ответственность энергетиков не только перед рынком, предприятиями, но и перед населением. На примере подготовки к отопительному сезону это особенно заметно. Как ни банально это прозвучит, подготовка к отопительному сезону начинается сразу после его окончания. Это объективная реальность для всех энергетиков. Как правило, когда обыватель слышит об энергетике, он представляет в первую очередь электрическую генерацию. Мощную станцию, от которой по ЛЭП электричество поступает в жилые дома и на промышленные предприятия. Однако в России, да и во многих странах мира, энергетика во многом связана с генерацией не только электричества, но и тепла. А для нашей холодной страны второй продукт энергоотрасли не менее важен. Как же производится тепло? Генерация тепла – процесс, естественно, связанный с производством электричества. По сути, все станции, кроме гидроэнергетических, генерируют тепло. И атомные тоже. Упрощенную схему теплогенерации можно представить так. Так, химическая энергия сжигаемого топлива в котлах превращается в тепловую энергию пара. Этот пар приводит в действие турбины, которые вращают генератор, где вырабатывается электрическая энергия. На турбинах имеются отборы пара, которые либо напрямую направляются промышленным потребителям, либо в бойлерах греют горячую воду для отопления жителей. Есть такое порядком избитое выражение – зима в России наступает внезапно, особенно для работников коммунальных служб. Шутка, прямо скажем, не новая и тем не менее актуальная. Сейчас поздняя осень, и для тех же тепловиков это период, когда все уже давно должно быть готово к отопительному сезону. В Казани и в других городах он уже стартовал. По традиции первыми тепло получают социальные объекты, детские садики, больницы, поликлиники, образовательные учреждения. В этом году у нас была заменена полностью вся система отопления, и нам, слава богу, попался хороший подрядчик. Все качественно, все сроки. Сейчас детям комфортнее, они могут ходить не только в колготочках, но и в носочках, и в футболчиках, соответственно. В России в целом теплоснабжение централизовано, из-за особенностей климата – это оптимальный вариант. При этом тепло в нашей стране генерирует в подавляющем большинстве станции, производящие еще и электричество. Другое дело, что есть особенности организации теплоснабжения в регионах и в отдельных районах. В Татарстане, к примеру, в 14 районах для отопления используются двухконтурные котлы. Они находятся в собственности жильцов и те сами принимают решение, когда их включать. Тем не менее, это не отменяет необходимости проводить их плановый осмотр и, в случае необходимости, ремонт. В период подготовки к новому отопительному периоду управляющие организации, то есть мы от них требуем, чтобы они провели мероприятие, связанное с проверкой дымоходов и вентканалов. За поставку тепла в тот же комплекс Салават-Купере можно быть спокойным. Это зона ответственности надежной казанской ТЭЦ-3. А вот эксплуатацией и отслуживанием километров сетей тепло- и водоснабжения занимается компания РСК. Именно ее сотрудники следят за тем, чтобы теплоноситель поступал в квартиры бесперебойно и по графику. У нас есть источник теплоты, это ТЭЦ-3, то есть филиал ТК-16 ТЭЦ-3. То есть оттуда теплоноситель горячий, подается в наружные сети теплоснабжения, в трубопроводы. Производятся обходы тепловых сетей, осмотры, регулировка. Проводим текущие ремонты. В принципе, капитальных ремонтов здесь не проводится, сети новые проложенные. Сегодня компания эксплуатирует и отслуживает 11,5 километров сетей теплоснабжения, 15 километров сетей водоснабжения и 46 километров сетей водоотведения. Все эти сети расположены под землей, по ним тепло поступает в индивидуальные тепловые пункты каждого дома и далее распределяются по квартирам. Теплоноситель из сети, из наружных сетей, подается сюда, идет, проходит через ветра, грязевик ветра, и подается в теплообменник, заходит в теплообменник первый зон отопления, второй зон отопления, нагревает также воду, которая там циркулирует и подает в систему отопления живого дома. Тепло в квартире можно регулировать. Для этого на батареях в каждой квартире установлен регулятор. Он позволяет устанавливать температуру в квартире на нужный уровень. Кроме этого, есть еще и так называемый коллекторный узел. По необходимости жильцы могут полностью отключить или включить тепло в какой-то комнате. Сейчас очень удобно, потому что, ну, смотря какая погода, если на улице, в принципе, тепло, можно полностью отключить. Похолодает, удобно, можно регулировать, очень даже удобно. Очень тепло, очень хорошо, да, причем можно регулировать же. Образование тарифов на тепло вызывает справедливый интерес граждан, ведь сумма к оплате по этой услуге обычно превышает все остальные статьи расходов на жилье. Государственные региональные органы управления, в Татарстане это Госкомитет по тарифам, уполномочены определенными методами рассчитать объемы потребления, которые повлияют на определение тарифа. Потребление теплоснабжения рассчитывают по нормативам, утвержденным правительством, или по счетчикам, установленным не только непосредственно в теплоузлах, но и в домах, а в последнее время и квартирах. Подробнее вопросы формирования тарифов исследовала Алена Мартынец. Отопительный сезон в Казани в этом году с учетом погодных условий стартовал с 16 сентября. Для сравнения, в 2020 он был объявлен с 21 сентября. Всего в Казани 5 785 многоквартирных домов. Из них с системой центрального отопления 5 371 дом. Помимо домов с центральным отоплением, более 400 многоквартирных домов отапливаются от децентрализованных теплоисточников, от крышных котельных и сезонных, от крышных котельных и квартирных котлов. Поэтому решение о пуске тепла они принимают самостоятельно. Для энергетических компаний и коммунальщиков очередной отопительный сезон начинается, можно сказать, сразу же, как только заканчивается предыдущий, еще весной. В межотопительный период, который начинается с окончания предыдущего отопительного периода и до начала следующего, все подразделения управляющих компаний, подрядные организации подготавливают дома к зимнему периоду. В эти работы входят, как правило, и ремонты, текущие ремонты, планово-предупредительные, а также гидравлические испытания всех систем внутренних трубопроводов, узлов и других компонентов системы отопления. До того, как в дома горожан батареи станут горячими, идет активная работа и на объектах поставщиков тепла. Так, например, в АОТ ГК-16, состав которого входят Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в этом году было проведено 61 мероприятие. Среди них 4 капитальных и 2 расширенных ремонта энергетических паровых котлов, общей паропроизводительностью 2720 тонн в час, а также 3 капитальных и 2 расширенных ремонта паровых турбин, общей мощностью 550 мегаватт. К старту отопительного сезона станции пришли в полной готовности. Еще летом, в конце августа, Минэнерго-Россия определила индекс готовности объектов ТГК-16, Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1 как максимальный. Пуск тепла в квартиры – одно из ожидаемых гражданами событий в начале осени. А в октябре их ждут и новые цифры в платежках – в графе отопления. Стоит отметить, что графа это пустует лишь считанные месяцы в году, поскольку отопительный период по российским нормативам длится 8 месяцев. Оттверждено, что это 8 месяцев. Отопительный период, независимо от того, 1 октября он начнется или 16 сентября, платежку человек увидит уже первую в октябре, за сентябрь. Но и крайний месяц отопительного периода, то есть 8, это будет апрель. Как же формируется цена на тепло? На конечную сумму влияют сразу несколько факторов. Одним из важных, например, являются объемы затраченной энергии. Чем ниже температура за окном, тем выше будет цифра в графе отопления. Ведь в холода требуется больше тепла, необходимого для поддержания нужной температуры в помещениях. Возрастает объем потребляемой тепловой энергии, соответственно, растет и сумма платежа. Еще один из факторов – технические характеристики каждого жилища. Год ввода зданий в эксплуатацию, материалы стен, окон, дверей. Кроме того, в эту цифру закладываются проводимые мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности, которые влияют на энергопотребление и его объему у каждого дома. Вообще же в основе формирования цены теплоснабжения для каждого жителя лежит соответствующий тариф. О том, как он формируется и как контролируется государством, нам рассказали в Комитете по тарифам Республики Татарстан. Республики Татарстан по состоянию на второй полугодии 2021 года средний тариф отпуска тепловой энергии за одну гигакалорию составляет 1877 рублей. Но опять-таки эта сумма варьируется в зависимости от муниципального образования, от предприятия и от многих технологических факторов. Если говорить про положение Республики Татарстан в сравнении с другими регионами Российской Федерации, по среднеотпускному тарифу в нашем регионе мы занимаем 14 место по Российской Федерации из 85 регионов по самой наименьшей цене. За счет чего нашему региону удалось достигнуть таких значительных результатов? Как поясняют в Комитете, прежде всего это связано с деятельностью теплоэлектроцентрали и источников тепловой энергии, которые вырабатывают тепло в режиме комбинированной выработки совместно с электрической энергией. По крайней мере, большинство из них работает именно в таком более экономичном режиме. Всего же на территории Республики осуществляют деятельность 82 предприятия, оказывающие услугу теплоснабжения населением. Они расположены в 31 муниципальном образовании. В 14 муниципальных образованиях услуги по теплоснабжению населения централизованно не оказываются. Вторым сдерживающим фактором роста тарифов является запрет в действующем законодательстве необоснованного повышения тарифов. То есть ни один тариф не может повышаться ни с любого периода времени. То есть каждый тариф может расти только один раз в год, и эта дата определена первым июлем соответствующего года. И напоследок интересные цифры для сравнения. Да, коммунальная услуга отопления одна из самых весомых в наших платежках. А как с этим вопросом обстоят дела в других странах? Так, в Германии на обогрев квартиры площадью 72 квадратных метра приходится тратить 78 евро в месяц. Это около 6,5 тысяч рублей. В Словакии плата за эту услугу рассчитывается по количеству проживающих в квартире. Примерно 50 евро за взрослого, 25 за ребенка. В сумме в среднем за горячие батареи семья ежемесячно платит 100-150 евро. В пересчете это примерно от 8 до 12,5 тысяч рублей. Еще дороже отопление стоит во Франции. Там платежи за тепло и горячую воду достигают 220 евро в месяц. За год только за газ, который используется для отопления, набегает кругленькая сумма в 2000 евро – 165 тысяч рублей. Что ж, остается только порадоваться, что зиму соседи не столь суровые, как у нас в России. Основная задача энергетиков Татарстана, можно сказать, выполнена. Практически во все дома республики дали тепло. Исключение составляют дома, в которых завершается ремонт, либо дома, где жильцы сами решили отсрочить начало отопительного сезона. К счастью, все ТЭЦ успели подготовиться к отопительному сезону, не срывая сроков. Сейчас же необходимо поддержать работу оборудования, а эта задача тоже не из простых. Вообще мало кто представляет себе работу теплоэлектроцентрали. Поэтому прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию репортаж из Казанской ТЭЦ-3, филиала одной из крупнейших энергетических компаний ТГК-16. Я заместитель начальника топливного цеха. Наш цех может по праву назвать первичным звеном в цепи работе ТЭЦ. Мы обеспечиваем бесперебойную подачу топлива на котлы. Наша станция работает на природном газе. Это экологический вид топлива. Тем не менее, на наших складах имеется необходимый запас мазута. Это резервный вид топлива. Благодаря слаженной работе всего коллектива в дома казанцев, на предприятиях, школах и больницах бесперебойно подается тепло. Здравствуйте. Я старший машинист турбинного отделения Софиуллин Ленар Амисович. Наш цех включает в себя 6 паровых турбин, 7 энергетических котлов и 6 водогрейных котлов. И вообще у нас тут жарко как при новом, так и переносном смысле этого слова. Чтобы мы получили тепловую электрическую энергию, в турбина подается пар, который раскручивает ротор с турбины до необходимой частоты вращения, который в свою очередь вращается в магнитном поле генератора и вырабатывается электрическая энергия. Кстати, чтобы обеспечить котлотурбина цех паром, из химического цеха подается предварительно очищенная химобесоленная вода. Да, наш цех занимается именно этим. Мы готовим воду для станции. Я начальник смены химического цеха Данилова Светлана, работаю на Казанской ТЭК-3 14 лет. Преимущество у нас работает женский коллектив. Химический цех занимается тем, что подготавливает воду для энергетических котлов. В нашем случае это специальная вода, очищенная от примесей. Поэтому мы проводим техническую воду через различные фильтры. И в течение дня постоянно проводим отбор проб, чтобы вода соответствовала данным параметрам. Режим работы станции контролируем мы. Это главный щит управления. Я начальник смены станции Касимов Марат Росимович. Посмотрите, сколько здесь мониторов и различных показателей. За каждым из них нужно тщательно следить, особенно в отопительный период. Информация со всех остальных щитов управления и начальника смены цехов поступает сюда, на главный щит, здесь обрабатывается и анализируется. И далее уже распоряжения отдаются оперативному персоналу. У меня в подчинении 7 цехов, это около 45 человек. Работа очень ответственная, и от нее зависит бесперебойная работа станции. Это главный щит управления. Отсюда управляется большинство электрических схем станции. В этом мы помогаем мы. Я дежурный электромонтер, меня зовут Ахмедянов Ильдар. Я на ТЭЦ-3 работаю больше трех лет, и за это время успел изучить все электрооборудование станции. Кроме этого, я ежедневно провожу обход оборудования, чтобы не устранять неполадки, а предупредить их. Вот сейчас мы с вами находимся в котлотурбинном цехе у турбогенератора номер один, а всего в цехе таких агрегатов шесть. Здесь нужно обратить внимание на состояние щёточно-контактного аппарата. На нем не должно быть искрений, и мы контролируем равномерное токораспределение. Также особое внимание уделяется охлаждающей среде генератора. Это водород, частота которого должна быть 98% и выше. А при ухудшении анализов мы принимаем меры по улучшению этих показаний. Забор в нас уследить. Меня зовут Гайфульна Абед Рафикович. Я начальник смены газотурбиновой установки. Газотурбиновая установка является современной станцией. Это наша главная большая турбина. Мощностью 45,6 мегаватт. Наша задача является обеспечением жизнедеятельности этой машины. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Пусть в ваших домах всегда будет тепло. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале Новый Век. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова